Пока слышите меня, поставьте, пожалуйста, плюсики, отлично, так, сейчас открою боковые, чтобы не все было видно, так, спасибо большое, что все пришли, дождались меня, потому что у меня тоже жизненные обстоятельства, маленькие детишки, вот муж пришел, и я его как бы отправила играться, с детьми заниматься. Значит, спасибо, что все здесь, меня зовут Татьяна Фролова, и сегодня я хочу вам рассказать и поделиться с вами информацией, которую я, так сказать, впитала и пропустила через себя, когда была буквально вот в субботу, а, или воскресенье, воскресенье, по-моему, на деловом образе, его проводила Юлия Квитык, это известный стилист, имиджмейкер, она у нас в Петербурге является руководителем школы эфитета и стиля, и также она является победителем конкурса Self-Style, это самый стильный человек Петербурга. Ну, у меня на самом деле очень много тут всяких званий и регалий, ну, я так почитала, вроде бы это самое такое, скажем, ее запоминающееся. Да, у меня сегодня первый раз, не считая Гуровского выступления о себе, вот, поэтому, пожалуйста, не судите строго, я постараюсь вам все донести по максимуму. Правда, у меня текста много тут, не знаю, как мы быстро сможем его справиться, но я буду очень-очень стараться. Итак, значит, первое, о чем у нас начался семинар, это чем отличаем мы с вами стиль от имиджа. Вот, ну, все начали, значит, свои предложения давать, все, ну, на самом деле все очень просто. Стиль – это наш образ, созданный нами, да, то есть, в котором мы живем, а имидж мы можем менять в рамках стиля. То есть, например, если вы, ну, вообще, как бы, существует пять основных стилей и множество подстилей. То есть, например, если вы выбрали стиль зеловой, да, для себя там, то имидж в рамках стиля будет, ну, например, сегодня модные имиджевые там, часы там такие-то, да, вы их одеваете, или, например, мода, что очки одевать, да, поэтому вы дополняете свой стиль очками. Ну, это как примеры, да. Но, как бы то ни было, самое главное для нас всегда в образе – это то, как мы себя преподносим. То есть, есть два варианта. Либо мы растекаемся, да, как в стиле, в фильме «Служебный роман», если вы помните, там была даже такая фраза, идет такая съежившаяся, скрюченная, да, или наоборот, вы целостный, собранный, идете, как тоже в сказке сказано, величаво, выступает словно паво, вот. И, соответственно, таким образом на первое место у нас выходит с вами осанка. Даже если мы с вами посмотрим на царствующих особ, да, то они всегда с ровной спиной, они всегда себя подают, опять же, вот величаво, да, широкие жесты им свойственные, у них идеальная осанка, они поворачиваются всем корпусом, скажем так. Поэтому осанка для нас главная. Если у вас нет, так скажем, выработанной осанки, то надо поработать над собой. Здесь мы должны поставить для себя задачу, а как это сделать, в принципе, доступно все в интернете. Там есть много, множество упражнений по работе над осанкой. Вот, главное, что поставить задачу, это уже, считаю, половину мы задачи выполнили, да. И я вот даже здесь вам на слайде, мне очень понравилась фраза, не названа, не существует. Это то, как раз-таки к нашему, о чем мы всегда с вами говорим, что, чтобы что-то произошло, надо об этом сказать. То есть это психологическая такая фраза, да, мы делаем посылы Вселенной, и Вселенная нам отвечает, так скажем. Вот, также говорили о том, что каждый человек свой образ кодирует в свой костюм. И, соответственно, форма, это мы берем вашу форму, да. В зависимости от того, полная или худая, мы уже выбираем наряды себе, да. Также материал. Одно дело, когда ты оделаешь шелково-легкое платьишко, это такой веселый-воздушный, или грубую шерстяную кофту. Восприятие, естественно, будет разное от тебя. Тут, как бы, такая более домашняя, может быть, даже где-то грубоватый стиль. Вот. Также зависит всего от силуэта. Силуэт – это комплексный ваш вид, то есть, вот если на вас со стороны посмотреть, вот это оно. Соответственно, с ним тоже мы должны подбирать свою одежду. Ну и цвет. Цвет я, как бы, кратко написала, но мы более подробно, тут достаточно очень интересно, мы разбирали большую часть про цвет, скажем так. Вот. Далее я хочу с вами разобрать вот эту схему. Она очень реальная, очень действенная на самом деле. Вот. Допустим, вы утром встаете с дивана, да, и вы должны уже понимать и для себя решить, какое впечатление я хочу сегодня произвести. Это ключевой ваш вопрос. Чтобы на него ответить и чтобы сегодня быть гармоничной с этим миром, вы в любом случае должны сначала знать себя «я реальну». То есть, это то реальное, которое мы всегда боимся себе признавать и очень зря. Потому что мы, когда не знаем его, мы делаем большие ошибки в нашей одежде и в нашем стиле, скажем так, да. То есть, чтобы его понять, надо встать, не знаю, там, кто-то в голенький, кто-то в трусиках, в лифчике перед зеркалом, посмотреть на себя реальными глазами и понять. Так, вот это у меня красиво, это я буду открывать и показывать этому миру. А вот это у меня не очень красиво, и этому я буду прикрывать. И в зависимости от этого мы уже дальше начинаем работать над собой. То есть, мы начинаем работать над «я идеальное». То есть, это то, как вы себя в идеале видите, то есть, какими вы хотите быть. То есть, я вижу, что мужчина присутствует, конечно, у нас сегодня на семинаре, но тем не менее. Значит, вот допустим, так, какой бы пример, такой бы это был корректный. И, допустим, я чувствую, что у меня маленькая грудь, да. Соответственно, я должна что сделать? Я должна выбрать одежду, которая эту грудь визуально либо закроет, да, чтобы не обращать особо внимания на нее, либо наоборот подчеркнет и чуть-чуть увеличит, скажем так, да. Вот. Ну и, соответственно, из этого, исходя, также по всем своим остальным пунктам на цели, можно проходиться и, как говорится, доводить себя до «я идеальная». Далее здесь выступает вопрос «зачем?». То есть, есть целевая аудитория, да, вот не целевая аудитория, есть цель одна, две цели – любовь и деньги. Вот все, что связано с семьей, с свиданиями, там, посиделками, где-то с друзьями, семья – это все любовь. И есть деньги – это работа, деловые встречи, какой-то деловой банкет. То есть, это не может, то есть, вы должны понимать, что либо так, либо так. Третьего не дано, и вместе эти понятия не могут существовать. Потому что в образе любви у нас это более романтичный образ, да. Если вы, извините, придете на деловую встречу в деловом образе в розовом платьишке, там, с бантиками на голове, ну, на вас посмотрят, скажут, ребят, ну, как бы вот, да, не совсем то, что надо. И, кстати говоря, иногда женщины, когда влюбляются и приходят на работу, и, знаете, летают в облаках, мечтах, начальники обычно это сразу не понимают, и к таким уже относятся, как бы, к будущим декретницам, да, скажем так. А девушка не понимает этого, потому что она в облаках, вот у нее перед ним висит в компьютере, она здесь спроектировать очные сооружения, она в него не смотрит, у нее любовь, морковь, она думает, что у свидания в своем вечернем, своим любимым мужчиной, работа не идет, ну, вот так вот, да. А или наоборот, когда ты идешь, допустим, на деловую встречу, вернее, наоборот, идешь на свидание и в образе деловой женщины, мужчина вообще шарахается, он думает, я и так силы приложил, пригласил на свидание, фит в обморок не упал, она еще пришла, тут такая вся независимая, строгая, собранная, поэтому, как нам порекомендовал наш ведущий, пуговку расстегните на кофточке, освободите себя, шарфик повяжите, ну, если вдруг уж там совсем надо вечернее свидание, то есть я вам на работу с утра. Вот, значит, и в зависимости от этого мы выбираем, да, в каком образе находимся. Соответственно, далее вопрос, для кого? То есть мы должны понимать свою целевую аудиторию и ситуацию с контекстом, да, то есть целевая аудитория, идете ли вы проводить презентацию для 50 человек, там, 150 человек в розовом плавишке, или все-таки лучше обраделого костюм, соответственно, отсюда ситуация и контекст. Вот, таким образом, значит, вот решать этот вопрос при помощи гардероба и при помощи стиля. То есть гардероб есть у всех, но не у всех есть стиль выработанный, каждый у себя, правильно? Вот, как с этим бороться? Значит, ну, я хочу вам задать вопрос. Вот вы, когда выходите в люди, вы вот наряжаетесь, ну, вот, просто ответьте плюсик, да, или вот, может быть, не наряжаетесь, вот, в чем, как говорят, в дом ухожу, и в том и пошла на люди, на встречу там куда-то. Наряжаетесь? Ну, вот, видите, хорошо. Второй вопрос. А для мужа дома вы наряжаетесь? Или все-таки треники, бигуди и курсы на лицо? Плюсики наряжаемся, минусики, ну, в чем есть? Может быть, какие-то там, даже непонятные вещи. Ну, не обязательно треники там, бриджи. Нет, не наряжаемся. Вот, это самое, вот, что еще нам посоветовала, значит, наш стикер, который был непосредственно, у нас вел все, да? То есть, почему мы дома не наряжаемся, вы скажите? Ну, наверное, потому что у нас, как бы, нету наряду в домашней одежде. Правильно? Вот. А как ее можно сделать? Вот, вот, вы подходите к своему шкафу и, значит, разделяете вещи. Вот есть вещи, которые выносятся только зимой. Ох, теплые там, да, какие-то штаны сначесанными внутри. Есть вещи летние конкретные, сарафанчики там и все. Соответственно, мы, то, что у нас не по погоде сегодня, мы это убираем в пакетики, куда-то прячем, да, там, ну, кто как прячет. Вот, если вы понимаете, что эту вещь вы уже не оденете, или вы хотя бы ее не одевали год, то надо для себя внутри признаться, что я ее уже больше не одену никогда. Да, и то, что она лежит для лучших времен, это все, ну, как бы, самообман, скажем так, да. Да, поэтому эту вещь можно как раз-таки перевести в разряд домашних нарядных вещей. Или же, если уж, ну, как бы, вот даже и дома никак. Ну, тогда не надо хранить эту вещь, что она там лежит на полке, если занимать, первое говоря, да, а собрать и выкинуть. Во-первых, значит, у нас освобождаются с вами полочки в шкафу, да, и тут у нас появляется волшебный повод, у меня нечего одеть. Подходим к мужу и говорим, у меня нечего одеть, помоги им. Он как рыцарь бежит, вот, отдать нуждающимся. Отличная мысль. Кстати, у нас в Петербурге, я не знаю, в Саратове есть такой элемент, он стоят вдоль остановок специальные зеленые ящики, туда можно отнести одежду. И дальше тоже там дома нуждающимся отдают, там, специальные социальные, там, приюты. Вот. То есть мы говорим мужу, ну, все, милый, у меня уже теперь точно одеть нечего. Муж говорит, ну, ладно, а то получается как. Мы открываем шкаф, шкаф забит вещами. Вот реально вываливаются, да. А мы такие мужу говорим, ну, блин, дорогой, ну, нечего одеть, ну, вот, вообще нечего одеть. Он подходит к шкафу, все это видите, говорит, ты что, куку совсем? Ну, или, по крайней мере, он об этом подумает. Ну, вообще уже, как будто, ума сошла, нечего одеть, уже классненько, да, и все одеть нечего. Вот. А тут раз подходит, опа, полочки пустые. Значит, что? Пошли, дорогая, я буду тебя спасать, буду себе покупать новую красивую одежду. Вот. Но есть один большой совет, что сначала женщина должна ходить в магазин, все себе выбрать, что она хочет, а только потом брать мужа и с ним покупать по адресу, то есть конкретно. Не то, что там, ну, пойдем куда-нибудь, что-нибудь выберем. Это не вариант для мужчины. Ему надо конкретно прийти вот в этот магазин купить шубу, в этот магазин прийти купить там платьишко и все остальное, да, чтобы не тратить много-много времени на это все. Это мы любим походить, повыбирать. Мужчина не такой. Он как бы вот ему побыстрее и домой может пить, пить и диванить, смотреть по полу, не знаю. У меня на фоне могут плакать дети, мне обращать внимание, все нормально, за ним не слезят. Вот. И, кстати, в следующий раз у нас охотник пойдет уже с вами, как говорится, по магазинам. Будет знать, что, ну, моя женщина не такая, как все, поэтому она у меня пришла и сразу все выбрала. Она вообще у меня супер, я люблю с ней ходить в магазины. Вот. Дальше я хотела бы с вами разобрать цвета. Ну, тут, конечно, на три листа цветов, поэтому мы будем очень быстренько. Конечно, хотелось бы с вами в диалоге пообщаться, вот. Но буду быстро, иначе очень много времени потратить. Значит, у каждого цвета есть психологическое, физиологическое, оптическое излучение, да. Значит, цвет может, по принципу нравится или не нравится, меняться со временем у каждого человека по периоду жизни. То есть, вот даже, например, бывает, наверное, такое, что вот был у вас период в жизни, вам нравился, например, белый цвет, да. Или наоборот, там, черный цвет. У вас силищи черные, стаканы черные, ручки черные, журнальчики черные, там, не знаю, где же динамики черные. А потом раз, и вы начинаете, у вас рука начинает тянуться к белому. Ну, вот, например, да, бывает такое. Значит, что мы с вами говорим, что у вас изменилась ситуация. Вот, допустим, по примеру, белый цвет, видите, там вот обнулись, начать же с чистого листа. То есть, это говорит о том, что у вас уже как бы накопилось всего в организме, вам надо немножко, как говорится, разгрузиться и, как я уже сказала, начать же с чистого листа, да. Вот, плюс, зная, допустим, вот эти психологические, физиологические, оптические действия цвета, мы можем всегда при встречах с нашими клиентами понимать, в каком настроении находится клиент, что лучше предложить, да, то есть, это очень-очень полезная вещь. Сейчас я вам быстренько продвигусь и расскажу. Ну, как я уже сказала, белый цвет обнулись, начать же с чистого листа. Да, физиологически этот цвет успокаивает, но расширяет и увеличивает дистанцию. Расширяет в плане того, что если на зоне белое, мы будем визуально шире. У нас будет видно, да. А увеличивает дистанцию, почему? Потому что белый цвет, он все-таки как-то, да, символ чистоты нету. И мы всегда боимся испачкать что-то. Ну, у нас так приучили с детства, да, там, не пачкайся, не весь грязь. И поэтому, допустим, к человеку, который во всем белом, или у которого там, допустим, большой акцент на белом цвете, мы скорее будем бояться близко подойти, ну, это, как бы, так сказать, неосознанно, ну, чтобы не испачкать его, да. Поэтому дистанция здесь у нас увеличивается. Черный цвет, значит, это авторитарность, серьезность. Это цвет такой, как бы, цвет руководителей, скажем так, да. Да, физиологически он угнетает, оптически сужает, но обратно же, как, сужает он общий образ. А если, например, вы, например, станете боком, то вы будете, как обведенные карандашиком. То есть те ваши места, которые вы пытались при помощи этого цвета скрыть, соответственно, будут, наоборот, выпучены или обведенные карандашом. Ну, темно-синий цвет, он также официально рабочий цвет, он, как бы, обволакивает нас. Он идеально сужает, больше ничего не делает, и вот прям зелу надо носить на работу и скрывать все свои места. Красный цвет. Здесь, значит, в какой момент, это цвет опасности. Этот цвет, хочу вниманию, в то же время сексуальность. Большая энергия подается при помощи этого цвета. Но обычно бывает так. Женщина одевает красные платы, красит красные губы, красит красные ногти, красные туфли, и выходит такая красивая вся, и говорит, ну, вот что такое, никто ко мне сегодня даже не подошел. Я тут вся такая, как возбуждающая для мужчин, вся такая красивая, экстравагантная, красная. А ко мне никто не подходит. Да, на нее мужчин будет обращать внимание, но подойти не смогут, потому что психологически это цвет опасности, и как бы все будут побаиваться. Соответственно, если, например, у вас очень такой активный, скажем так, характер, да, вы холерик, если вы еще оденете красный цвет, то это вообще гореть все живое. Вот, ну, это мне понравилось сразу, я даже сюда ставила, гореть, но все живое. Вот, поэтому, если все-таки у вас такой вот характер, лучше что-то более нейтральное одевать, да. Так, как мы уже говорим, возбуждает нервную систему, визуально расширяет, и также очень устраивает большую дистанцию. Зеленый. Зеленый – это цвет денег. Заметьте, зеленый – это цвет Арифлейл, я хочу сказать. И мы прям там даже все на семинаре заулыбались, захлопали, что да, мы зеленый цвет, мы цвет денег. Вот. Очень красивый цвет зеленый изумрудный. Вот. Это больше натуральность, надежность, статус рост. Если вы хотите на собеседование, чтобы вас выбрали, тогда одеваем зеленое, что-то зеленое на собеседование, да. Физологически он успокаивает, и в зависимости от оттенка светлые тона расширяют, темные тона сужают. Синий цвет. Он аналогичен зеленому. Спокойствие, ассоциации моря-неба, расслабон. Физологически успокаивает она так же. Серый. Вот здесь вот очень интересно. Есть жемчужный серый цвет, он символизирует богатство. Есть на самом выражении, серая как мышка – это все отжившее прошлое, когда не было у нас такого разнообразия тканев цвета. Да, поэтому сейчас серый считается более элегантным, универсальным. И серый является некой основой, на которую можно наложить другой любой цвет. То есть, ну, можно взять, например, серую копку, какую-то бижутерию яркую надеть, чтобы привлечь внимание, да. Он не вызывает абсолютно никаких эмоций. Вот. Светлая она так же, как и предыдущий титар. Серяет, темные сужают. Розовый. Розовый цвет – это нежность, инфантильность, женственность. И здесь хочу сказать, что вот иногда, как вот нам рассказала Юлия, бывает такая ситуация. Женщина, которая серьезная женщина, у нее семья, муж, все хорошо, построенная, выстроенная империя, допустим, Борис Лэйн. Вот. Она там уже там президент исполнительный. И вот она, представляете, берет и приходит во всем розовеньком. И такая подблондиночка. Ну, то есть, иногда этот цвет нам дает возможность уйти вот от своей вот этой постоянной серьезности на работе, допустим, да. То есть, такая, я блондиночка, вот, да. Сегодня я вот такая вот. Вот любите меня такой. Да. В зависимости от оттенка. Есть такие, знаете, розовые цвета. Они прям вот темно-розовые, и они вот прям тонизируют. Ну, он скорее тонизирует вообще. Но вот такие более темные, она очень тонизирует. Также оптически расширяют, темные сужают. Коричневый. Это цвет больше подходит для женщин в возрасте. Либо для людей, которые пытаются убежать от своих проблем, от эмоций. То есть, если, грубо говоря, к вам на встречу пришла женщина, ну, вообще во всем коричневым, да. Ну, вы поймите, что, наверное, у нее что-то как-то уже жизнь, она чего-то стала. У нее какие-то вот есть моменты скрыться, спрятаться, поэтому предлагать ее яркую косметику, наверное, будет не совсем корректно. Этот цвет более, как бы, скажем так, психологически успокаивает, и оптически он расширяет. Далее, желтый цвет. Желтый цвет – это цвет радости, солнца, оптимизма и цвет интеллекта. Дальше был такой совет, что если у вас у ребенка проблемы с учебой, повесите его на рабочий стол какой-нибудь желтый, там, не знаю, солнышко, вылежьте из картона, чтобы он визуально глазами на него смотрел, и этот цвет он включает мозговую деятельность. Соответственно, у него пойдут мысли, он, может быть, даже будет лучше учить, может быть, даже какие-то вставить ему желтые листы в учебнике, например. Также, например, вы, когда понимаете, что, ну, все, у меня, в общем, мысли не собрать в кучу, оденьте желтую футболочку, если она есть. Даже, кстати, есть такая фраза, если вы, может быть, знаете, желтая майка лидера, вот, между прочим, не белая майка, а желтая майка лидера. Этот цвет действительно лидерство и ведение за собой, но он, независимо от оттенка, всегда полный, всегда. Поэтому здесь вот надо быть осторожным. Так, далее, цвет оранжевый. Вот оранжевый цвет, как я вам сказала, это самый далекий цвет от белиза. Тем не менее, это является женским цветом. Цветом женским даже не розовый является, а оранжевый больше. Если вам захотелось вдруг оранжевого цвета, значит, вы хотите стать более женственным. Вот. Вот тоже совет большой. Кухня не должна быть в золотом и оранжевом цвете и в красном, потому что это провоцирует аппетит очень сильно. Если вы обратите внимание, все эти наши Макдональдсы, пейсики, там, бургер, фенги, допустим, магниты, пятерочки, все в красном цвете, чтобы прибежал, пожрал быстренько и убежал. Если мы, Александр, говорим о ресторане дорогом, то он никогда не будет выполнен в оранжево-красном цвете. Он будет скорее зеленый, синий, темный, фиолетовый. И так, которые успокаивают, которые говорят о том, что сядьте, пофидите, покушайте, повыбирайте, успокойтесь, никогда не торопитесь. Мы вас тут обслужим, большие чаевые вы нам дадите. Ну и все такое. Вообще, меня слышно, а то, что такая тишина, может быть, вообще никого нет, и я такая тут одна рассказываю сама себе. Оставьте, пожалуйста, плюсики вы здесь. Да, отлично. Ну, хотя бы Ирина меня слушает, и то хорошо. Фиолетовый цвет. Это цвет королевских особ, это цвет роскоши, это цвет творческих людей. То есть, если обратить внимание, то все наши звезды, которые на экранах, у них больше вот фиолетового цвета присутствует. Спасибо, что вы на сегодняшний день присутствуют в одежде. То есть, эти люди, они немножко, так скажем, не в себе. Нет, это не говорит о том, что если вам сегодня понравился фиолетовый цвет, то вы, значит, у нас пошли. Нет. Просто, значит, у вас какое-то вот что-то, может быть, произошло не совсем, то есть у вас в системе что-то разрозненное вдруг стало, да. Вот. Ну, это всегда так же лечите цветами. Есть даже такой способ арктерапии, если вы посмотрите потом в интернете, очень хорошая тема лечения цветом. Вот. Фиолетовый цвет возбуждает нервную систему, и оптически он сужает нас. Вот. Каким образом мы с вами можем использовать цвета? Ну, допустим, мы можем сделать и положить на рабочий стол карточки с цветами, которых вот вы, допустим, нуждают. Вот. Красная, например, вот вы знаете, что у вас большая часть, например, там, дяло и у вас усталость уже. Положите красную карточку на стол и периодически смотрите на нее, она будет вас, так скажем, активизировать на какие-то действия. Цвета мы с вами можем, три поставьте. Мы их можем кушать, то есть есть красненькое яблочко, или там, наоборот, зелененькое успокоиться. Мы его можем одеть, этот цвет на себя, и мы можем его, например, на него посмотреть. То есть вот таким образом мы можем активировать психологически для себя какие-то вот, да, моменты, которые нас, например, скажем так, не устраивают в нашей жизни. То есть упадок сил, посмотрели на красненький. Наоборот, чувствуйте, что цвет вас разрывает на все стороны. Посмотрите зеленую карточку или там синенькую карточку. Посмотрите, съешьте зелененькую яблочко, оденьте зелененькую кофточку. Вот. Соответственно, когда мы, я уже сказала еще раз, да, что, повторюсь, что в зависимости от того, если у вас происходит встреча онлайн с клиентами, точнее оффлайн, вы можете определить по цвету его одежды, в каком состоянии психологическом он находится, и в зависимости от этого давать ему ту или иную информацию, то или иное делать с ним. Вот. Дальше что еще хотелось сказать, что вы всегда, когда, вот, если вернемся к табличке, вот к этой, да, перед перебор, вот, то есть, как мы себя целевой аудитории преподносим, да, то есть, вы должны понять, как можете понять, что у вас все получилось с вашим стилем, да, то есть, если вы, например, понимаете, что сегодня я строгая, да, значит, сегодня я делаю костюм, и вы пришли на работу, да, у вас все отлично, вы должны получить комплименты от других людей о том, как вы выглядите. Но получить этот комплимент должно не пласть, например, да, не, скажем так, костюм, а должны получить конкретно вот вы, ваш образ. То есть, не то, что, ой, какое у тебя классное платье. Нет, это комплимент платья. Вы должны получить, какая ты сегодня красивая, как ты сегодня хорошо выглядишь. Вот это значит, что ваш образ подобран идеально, и как бы все время вам говорит, что, да, сегодня ты выглядишь очень даже неплохо. Вот, значит, также мы говорим о том, что мы одеваем состояние на себя, мы заявляем миру о своем состоянии, то есть, вот этот цвет, форма, да, это вот как раз-таки наше, так скажем, наше нахождение в этом мире. Если вы хотите сказать, что вы женщина, значит, вы одеваете платье или юбку. По поводу джинсов был очень хороший вопрос, мне очень понравился ответ, я вам сейчас быстренько про него расскажу. Вот смотрите, мы все любим одевать джинсы, это очень удобно, не спорим, вообще отличная вещь, но мы должны сами понимать, что если мы возьмем мужчину и женщину, на них оденем джинсы, далее мы оденем на них кофту, ну, обычно с чешки, что с джинсами мы с удобной кофты, далее мы развернем их к нам спиной, то очень-очень маленькая вероятность того, что мы вообще увидим, где женщина, где мужчина. То есть джинсы и кофта, это вы теряете свое, так скажем, половую принадлежность, да, то есть вот если вы хотите все-таки джинсы одеть, то вы должны надеть супер просто джинсы, но и кофта, она должна быть ровненькая, еще с бантиком в боку, которая компенсирует штаны, потому что штаны – это не женская одежда, и если мы говорим о том, что мы женщина, мы должны одеть платье или виску. Также, не ходя на встречи, да, там на какие-то есть, обязательно платить виску. Я, кстати, хочу, знаете, что сказать, я вот на 9-е число будет в дугу, большая встреча РФМ, мы туда идем, и когда мне прислали пришло приглашение, да, там прям четко написано, дресс-код прописан, женщины в платье, мужчины, ну там, в костюме, да, то есть даже уже изначально определили, что никаких джинс девушки не одевайте, вы приходите как женщины, вы должны дарить красоту, да, а что такое красота? Красота – это ухоженность и уверенность в себе, то есть вы можете не накладывать косметику на себя, но если ваша кожа ухоженная, если она дышит, то это уже в том, что вы красивая, вот, и уверенность в себе, вы должны себя нести, как я говорила уже, да, останку должны вырабатывать, вот Михаил нас, так скажем, мотивирует планку делать, а надо еще осанку делать каждому, вот, ну и, соответственно, мы с вами консультанты Ариф Лэйн, да, мы с вами тренера красоты, а тренер должен вызывать легкую зависть, вот взять, например, Лилю, я думаю, что мы все испытываем легкую зависть, потому что она у нас красавица на себе, как говорится, показывает, как нужно за собой ухаживать, работать над собой, поэтому Лилю у нас пример во всем, вот, и плюс еще на встрече с клиентами нужно всегда показывать свою косметичку, то есть, когда вы разговариваете с клиентом, вы должны, скажем так, показать, не просто говорить, что вот, там это средство хорошее, достать косметичку, да смотри, я сама этим пользуюсь, видишь, я хорошо выгляжу, я пользуюсь косметикой Ариф Лэйн, вот смотри, вот эта тушь суперская, вот эти тени суперские, или там, например, этот крем офигенский, посмотри, вот на мне все, да, ты же видишь, какой результат, поэтому мы тоже в первую очередь должны выглядеть ухоженными, вот, дальше, еще вот небольшой слайдик, тут есть, хроматический круг называется, это сочетание цветов, да, или не их сочетание, соответственно, вот, значит, вы видите мою мышку, да, как она двигается по экрану, скажите, пожалуйста, видите, плечи, поставьте, так, никто не видит, как мышка двигается по экрану, поставьте минус, если не видите, так, очень странно, не видите мучки, ага, я сейчас это попытаюсь нарисовать, наверное, так, вот эти, я просто пирать еще не совсем знаю, как это все выглядит, как эти пользуются, но посмотрим, значит, вот, внутри круга, эти три цвета, это у нас светлые тона, внешние три круга, это темные, не, не три, два, два, это темные тона, наверное, я чуть ли не по три, тут по два, наверное, а вот в серединке три, это чистые тона, такие, да, чистые тона, считается, вот, соответственно, противоположные тона, это контраст, то есть, зеленый, например, красный, фиолетовый, желтенький, но, тем не менее, на контрасте, мы с вами всегда можем сыграть, вот смотрите, у нас Новый год, зеленая ель, зеленая ель, и обычно красные, всякие игрушки я еще, да, то есть, это, в принципе, смотрится неплохо, те тона, которые у нас идут под 90 градусов, вот эти вот, допустим, да, под 90 градусов, или там, вот эти вот, 90 градусов, или вот эти 90 градусов, вот, это средний контраст цветов, значит, если вы хотите выглядеть элегантно, то вы должны делать монохромность в своем образе, размытие света, то есть, вот, например, родили темно-синие брюки, там, да, голубой, ну, допустим, да, голубой ремешочек и светло-голубую бурзочку, да, но здесь надо смотреть, что мы при помощи цвета можем скрывать какие-то свои места, да, то есть, например, если вы понимаете, что у вас большие бедра, тогда лучше темный цвет одеть вниз, а светлый одеть вверх, или наоборот, у вас широкие плети, темный вверх, более светлый низ, тогда это будет смотреться стильно и красиво, ну, вот, соответственно, любой стиль должен поддерживаться макияжем и прической, да, а деловой стиль, он больше относится, чтобы волосы были собраны обязательно, волосы, это наша энергия, и когда они распущены, то энергия как бы растекается от вас, да, то есть, ну, вот такая вот, везде, а когда в хвостик собранные волосы, это уже ты собралась, вот, поэтому, если вам надо мусор собрать спучку, надо сначала прежде волосы собрать спучку, вот, и еще обратили внимание на то, что челки, челки, это наше пережитое прошлое, а советские все носили в свое время челки, вот, но на сегодняшний день это, челка, это как бы деловым образом не очень подходит, да, но только если у вас не очень большой лоб, там действительно надо что-то прикрыть, там глубокую морщину какую-то, или вот как раз очень большой лоб, то желательно волосы убирать тоже в прическе, чтобы лицо было открытое, это уже знак того, что вы открыто не ругаете, открыто ведете там свой бизнес, открыто, ну, то есть, это такие моменты, они, как скажем, не очевидны, но они под познание на наше срабатывают, да, вот, также нам сказали, что обязательно должны быть у каждого из нас фишки, об этом нам всегда Лили говорит, что девочки, идете раздавать каталоги и сделайте себе фишечек, чтобы вас запомнили, но примеры фишечек, они нам вот такие назвали, например, прическа, коса, вот, Тимошенко, да, или вот коты у нашей Лили, вот, шляпу у Боярского, да, какие-то платья экстравагантные, красные губы, например, всегда вы красите губы красными, вот, это будет ваш, как бы, фишка ваша, может быть, какой-то запах, аромат будет, да, шарфик, может быть, украшения, брошки, серьги длинные, они могут быть разные, но вы, например, всегда носите длинные серги, это будет ваша фишечка, цветные колготки, может быть, вы носите, да, то есть каждый раз в новых колготках, бронзовых, желтых, зеленых пришли, навстречу вообще будет, очки, например, может быть, апротезонные фишки у человека, да, и если мы говорим о фишке, которая в плане вот броши, там, или шарфика, ее надо обязательно запрещать на самом красивом части тела, то есть, на груди, может быть, у вас пустая талия, поясочек какой-нибудь, в зависимости от этого мы ее и размещаем на теле. Вот, ну, в принципе, как бы, на сегодня это все, вот, хотелось бы вам задать вопрос, вставая с диваном утром, вы какой вопрос должны задать себе? Может быть, кто-нибудь помнит, мы вначале об этом вопросе говорили? Никто не помнит. Ну, я сейчас вам напомню тогда, мы должны, вставая с дивана, спросить себя, какое впечатление я сегодня должна провести? Правильно, Ирина молодец, Ирина запомнила, спасибо, Ирина, что слушали меня внимательно, вот, в общем-то, это все, если у кого-то есть какие-то вопросы, вы либо можете мне здесь сейчас написать, я пока еще здесь, либо, может быть, личные сообщения там, все, что я помню, я вам с вами поделилась, вот, надеюсь, что было интересно и полезно, вот, ну, в общем, это, наверное, сегодня все, спасибо вам большое, что вы здесь были со мной и пережили мой дебют. Субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok,